Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем, и тема занятия — это западноевропейская художественная культура XVIII века. Дадим общую характеристику этого периода. Конечно, XVIII столетие вошло в историю культуры как век просвещения. Мы помним о том, что ранние буржуазные революции победили в Англии и Нидерландах накануне, но большинство стран по-прежнему сохраняют свой старый порядок. То есть это абсолютизм, поэтому идеалы свободы, равенства и братства, которые разрабатывались философами-просветителями в XVIII столетии, они подготовили во многом события конца XVIII века, то есть в первую очередь Великую французскую буржуазно-демократическую революцию 1789 года. Ну и последующие события, которые данная революция оказала на историю и на развитие культуры в частности, конечно, это тот логический акт, который завершает культуру XVIII столетия. Отметим, что XVIII век — это период художественной зрелости практически всех видов искусства, в частности, это литература, музыки, театра. А в живописи этот процесс завершился чуть раньше, к XVI-XVIII столетию, но XVIII век в этом отношении даёт нам блестящие примеры выдающихся образцов творчества по всем сферам. Если говорить про развитие непосредственно художественной культуры, то отметим, что в первую очередь это неравномерное развитие разных стран и даже неравномерное развитие по областям в рамках каждой отдельной страны. Например, в Италии наивысшие достижения были связаны с Венецианской художественной школой. Для французской художественной культуры XVIII века характерна последовательная эволюция от традиции РКК к гражданственному искусству конца XVIII века, то есть революционному классицизму. В Испании XVIII век традиционно связывается с подготовками предпосылок для формирования романтизма, то, что подготавливает Гойя в рамках своего творчества. В Англии также происходит ряд существенных изменений. Обычные исследователи говорят о формировании реалистического искусства. Переходя к эстетическим особенностям, которые характерны для произведений XVIII столетия, отметим, что в лучших работах художники добивались выдающегося психологизма, то есть глубины трактовки тончайших переживаний человека, воспроизведения нюансов чувств, настроений. Однако в работах иного рода, второго порядка, иногда глубина чувства могла доходить до фривольности. Поэтому явление достаточно противоречивое. С одной стороны, интимность, лиризм и аналитическая наблюдательность, с другой стороны, пропаганда наслаждения, роскоши и так далее. Отметим, что для XVIII столетия, как это отмечается в учебной литературе, происходит постепенная утрата полноты в изображении духовной жизни, потому что универсализм, цельность в воплощении эстетических воззрений, которая была характерна для мастеров предшествующего периода, для Рубенса, для Веласкеса, для Пуссена, здесь постепенно уходит на второй план. Также отметим, что именно в XVIII веке зарождается эстетика, как наука, и искусство знания. Поэтому, конечно, этот период принципиально важен для формирования художественной культуры в целом. Теперь кратко охарактеризуем разные художественные школы. Начнем с Франции и большую часть времени уделим именно этому государству, потому что Франция с определенного момента времени становится законодательницей мод и последующие распространения идей, которые разрабатываются в контексте французской культуры, поэтому требует именно такого распределения времени. А во Франции в это время происходит процесс разложения французского абсолютизма, потому что в 1715 году последовала смерть короля Солнца, и при малолетнем наследнике у нас происходит ригенство герцога Орлеанского. И в целом события, которые связаны с этим периодом, они характеризуются легкостью, тягой к роскоши, стремлением к такому гедонизму, наслаждениям и так далее. Также отметим, что в искусстве Франции в это время король, королевский двор, они утратили гегемонию, то есть перестали быть единственными заказчиками, а двор перестал выполнять функции единственного коллекционера произведения искусства. Появляются частные заказы, и, конечно, те качества, которые были связаны с этой особенностью, они очень сильно изменили внешний облик и какие-то внутренние принципы, по которым создавались памятники. Далее, следующий момент, третий, который важно подчеркнуть, когда мы говорим про французскую культуру, это сложности в интерпретации такого термина, как рококо, потому что в исследовательской литературе долгое время велись дискуссии о том, что это такое поздняя барокко или самостоятельный стиль. Мы, конечно, будем опираться от учебной программы, в рамках которой рококо рассматривается как самостоятельная стилевая система. Так вот, рококо характеризуется следующими аспектами. Во-первых, это исключительно светское искусство, произведение исключительно светской культуры. В большей степени элементы рококо раскрываются в декоративно-прикладном искусстве, в изобразительном искусстве. И такие качества, как миниатюрность, камерность, дробность, детализация – это те черты, которые обычно напоминаются, когда речь идёт про рокальную культуру. Примером такого рода стиля в архитектуре является отель Субис в Париже. Его автором является де Ламбер, построен он был в начале XVIII столетия. И мы отметили, что рококо возникает в последние годы правления короля Людовика XIV, но в отличие от всех предшествующих ему стилей французской архитектуры, это не придворное искусство. То есть большинство построек – это частные дома, которые были выполнены по частному заказу французской аристократии. Богатые городские особняки во Франции назывались отелями, поэтому пример такого отеля перед вами на слайде. Интерьеры также воплощают традиции нового стиля. Это криволинейные очертания, это изменения планировки, они уже не располагаются анфилатой, а наоборот, это достаточно изящная асимметричная композиция. Декоративное оформление удивляет своим количеством, своей пышностью. Это позолоченная лепнина, резные украшения, живопись на фантастические темы и множество зеркал. И вот ракальная форма, форма раковина, она становится основным мотивом, который раскрывается художниками в данном случае. Это резные панели, липные орнаменты, которые выполнены именно в данной форме. Перед вами пример такого оформления. Это Жан-Батист Лимуан-младший, аллегорическая фигура астрономии. Перейдём к изобразительному искусству периода Ракакова Франции. Здесь мы будем говорить преимущественно о сценах такого галантного содержания. Это образы, которые заимствованы или из античной мифологии, или изображают пастухов-пастушек. Даже портрет периода Ракако тоже характеризуется такими специфическими особенностями, как изящество, иногда жеманность, игривость и так далее. Перед вами работа художника Франсуа Буше, которая называется «Купание Дианы». Буше был выдающимся представителем Ракако. Создал он многочисленные серии гравюр, не только живописные произведения. В частности, он иллюстрировал книги Мольера, Бокача и Овидия. Работал также он во всех видах декоративно-прикладного искусства и был театральным художником. Вторая работа, которая перед вами, это «Похищение Европы». Творчество мастера исключительно многогранно. Художник часто обращается к мифологическим, аллегорическим сюжетам, как в данном случае, и трактует их в рамках ракальной стилистики. Следующая работа также отражает названные черты. Это «Триумф Венеры». В целом, образ богини любви и красоты – это один из излюбленных персонажей, которые он интерпретирует на своих полотнах. Такая бело-розовая натурщица прекрасная, которая находится в окружении или атрибутов, или, как в данном случае, амуров. Это «Туалет Венеры». Если говорить о сценах, которые не связаны с мифологией и с аллегорическими композициями, то все равно, даже если речь идет об интерпретации какого-то бытового сюжета, для этих произведений будет характерна декоративная изысканность, утонченность. Герои произведения будут полны эмоциональной непосредственности, игривого притворства, иногда такой откровенной чувственности. В данном случае работа подобного рода изображает туалет женщины, которые подвязывают чулок. И в портретах, которые создавались в указанный период, мы можем наблюдать те же самые черты, как я отметила в самом начале. Перед вами образ мадам де Помпадур, работа середины XVIII века. Образ фаворитки короля, которая, конечно, была выдающейся женщиной своего времени, поэтому мастер интерпретирует ее образ с большой степенью достоверности и с большой степенью выразительности. Второй мастер, который также является представителем французского рококо, это Антуан Вато. В творческую деятельность он начал с зарисовок сцен солдатской жизни, в зрелые упоры своего творчества отдавал предпочтение так называемому галантному жанру, изображая всевозможные праздники, маскарады, увеселения, сценаром романтических свиданий. Таковы работы «Праздник любви», «Общество в парке», «Капризница» и «Венецианский праздник». Отметим, что важную роль в творческой методе Вато играло поэтическое воображение, потому что он впервые, наверное, в искусстве воссоздал мир тончайших душевных состояний. Поэтому, конечно, мастер выдающийся, и произведения его пронизаны особым духом, особым лиризмом. Следующий мастер, который также был крупнейшим художником Франции второй половины XVIII века, это Жан-Анаре Фрагонар. Его работы посвящены разным темам. Это могут быть, как в данном случае, образы, связанные с исторической живописью, однако есть у него и игриво-галантные сцены, как, например, «Счастливые возможности качели», работа, которая перед вами, или «Свидание». В целом, Фрагонар, он, конечно, в своём творчестве продолжал традиции, которые были намечены на Франсуа Буше. Игривость трекоко, ну и, с другой стороны, тончайшие колористические переходы и глубина трактовки именно этой составляющей человеческих эмоций. Перед вами «Купающиеся на яды», тоже образ, который отвечает ракальной стилистике. В поздний период творчества Фрагонар редко обращался к своей излюбленной теме галантных сцен и игривых композиций, но именно в это время было создано одно из его лучших произведений «Поцелуй украдкой», работа, которая находится в собрании Государственного Эрмитажа. Кроме живописи, в рамках изобразительного искусства XVIII века во Франции развивается и скульптура, и здесь тоже мы можем говорить о постепенной эволюции от ракального искусства, более жеманного, более игривого в сторону классицистических идеалов. И уже во второй половине XVIII века, в 70-е годы, работает Жан-Антуан Гудон, мастер, который был пенсионером Французской академии в Риме. Он увлёкся античным искусством и анатомией. В своих работах он сочетал аристократическое изящество с классицистическими строгими формами. Перед вами «Диана» — это работа, которая как раз принесла известность мастеру, и два скульптурных портрета философов-просветителей — это Вольтер и Дени Дидро. Два мастера мысли, два философа, которые, конечно, являются одними из наиболее известных представителей эпохи просвещения. Общественно-деятельное начало, незаурядность — мастер подчёркивает здесь, создавая универсальные образы. Для художественной культуры Англии XVIII века тоже характерны ряд особенностей, которые следует назвать. Во-первых, Англия переживала политический и экономический расцвет XVI века, потому что она была владычицей морей. Так как здесь были сильные традиции буржуазии, рано происходит буржуазная революция — это 1640-60-е годы. На короткое время устанавливается республика, однако после диктатуры Кромвеля происходит реставрация стюартов. И с 1688 года в Англии устанавливается буржуазно-конституционная монархия на тот строй, который традиционно, консервативно сохранился вплоть до современности. С конца XVI века в Англии наблюдается расцвет науки и особенно философии. Здесь мы говорим о том, что постепенно формируются предпосылки и расцветает материалитическое мировоззрение. Это работы таких авторов, как Фрэнсис Бэкон, Джон Лок и Гоббс. С XVI века Англия занимает лидирующие положения в области литературы и драматургии. Достаточно вспомнить Вильяма Шекспира, который является одним из выдающихся мастеров именно указанного периода. Изобразительное искусство развивается в Англии чуть позже благодаря ряду особенностей. В частности, это идеология пуританства, пуританское движение XVII века, которое условно придерживалось таких иконоборческих идей. Поэтому медленно развивается изобразительное искусство в сравнении с другими видами, в частности декоративно-прикладным творчеством. И преимущественно мы будем говорить о портрете, но в основном это миниатюра. Так вот, XVII столетие, Англия, выдающийся мастер, который завершает эту эпоху, это Кристофер Рен. Перед вами собор святого Павла, это символ Лондона. Ну и отметим, что мастер опирается в своем наследии на традиции ренессансной архитектуры, то есть такое обращение к классической традиции. И в целом он создал более 50 приходских церквей, которые являются образцом и воплощением именно этих тенденций в зодчестве. Во второй половине XVIII столетия обращение к античным традициям в архитектуре, в декоративно-прикладном искусстве, оно формирует художественное своеобразие памятников, которые относятся к этому периоду. В живописи мы с вами тоже наблюдаем ряд противоречивых интересных тенденций, и нужно назвать несколько важнейших представителей, которые представляют собой художественную культуру Англии этого времени. В первую очередь это Уильям Хогарт, Джошуа Рейнолдс и Томас Гейнсборо. Конечно, мастеров было гораздо больше, но в рамках такого краткого обзора хотя бы о них мы с вами упомянем. Хогарт был не только мастером-практиком, однако он был еще и теоретиком искусства. Его трактат «Анализ красоты» является выдающимся памятником эстетической мысли указанного времени. Для творчества Хогарта характерно морализаторская составляющая, которая позволяла ему давать оценку нравам современного его общества, и воплощение вот эти вот дидактические сюжеты и этические темы нашли в его сериях. Сериях работ, которые разворачиваются подобно театральному представлению, например, «Карьера проститутки», «Модный брак» и другие, где последовательно показывается падение и обличаются нравы, которые были характерны для английского общества указанного периода. Напротив, также мастер создает образ такой вот благочестивой семьи. Для сравнения можно посмотреть на работу, на которой перед вами эта семья Вудс-Роджерс, то есть добродетели, ценности, нормы и идеалы, которые подпитывались и религиозной традицией, и теми принципами, которые сформировались в Англии в XVIII столетии. Второй мастер Джошуа Рейнольдса, он был первым президентом академии, также он был теоретиком искусства и очень плодовитым мастером. В своих выступлениях, которые называются «Речи», он выступал за класситостическую эстетику. Был он выдающимся портретистом, и перед вами его портрет Сары Сидденс. Мастер интерпретирует глубину модели и в то же время придает ей определенные символы, которые позволяют опираться на традиции репрезентативного портрета. И третий мастер, которого я назвала, это Томас Гейнсборо, мастер психологического портрета, который представлен на слайде его работа, которая интерпретирует ту же самую модель. Это очень показательно сравнить, как два разных художника, они одну и ту же модель изображают примерно в одно и то же время. Таким образом можно проследить специфику и отличие их метода. Еще одна страна, которая требует внимания в рамках разговора о культуре XVIII столетия, это Испания. Мы уже сказали в самом начале о том, что в рамках испанской художественной культуры в конце XVIII века в творчестве художника Франциско де Гойе Илсиентес формируются предпосылки для романтического мировоззрения и для романтизма в целом. Франциско Гойе преимущественно работал в Мадриде и создал он значительное число произведений, которые раскрывают разные грани его таланта. Это и работы, которые были выполнены для королевской шпалерной мануфактуры, это и портреты, в данном случае парадный портрет, который изображает семью короля Карла IV, это работы, которые изображали его знакомых, это маха обнаженная и маха одетая, и, конечно, это грандиозные серии афортов, серии гравюр, в данном случае перед вами листы серии капричус. Капричус – это такие фантазии, которые позволяли художнику, используя образы из испанских пословиц или басин, высмеивать людские суеверия и пороки, трусость, лицемерие, притворство, жестокость и так далее. И позднее творчество мастера, оно, конечно, пронизано особым духом драматизма, потому что у него были сложности со здоровьем, и, конечно, масштаб трагедии был воплощен прежде всего в росписях «Дома глухого», сцены, которые поражают своим масштабом, и иногда накал страстей, которые он передает в этих композициях, он предельный. Войя оставил ряд произведений на исторический сюжет, благодаря которым он даже вынужден был покинуть страну, потому что они были очень яркими политическими выступлениями. Перед вами работа «Расстрел повстанцев. Ночь на 3 мая 1808 года», и здесь художник декларирует жестокость французской армии, которая в данном случае подавила восстание против французов, которые подняли жители Мадрида, причем они пощадили не только непосредственно повстанцев, но и мирных жителей, поэтому эта композиция такая драматичная, что мастер достигает благодаря резким контрастам света, тени и цветовым пятнам. Таким образом, завершая кратко характеристику XVIII столетия, мы с вами увидели о том, что принципиальные отличия, которые проявляются по разным художественным школам, они приобретают законченную форму. В этом сложность и многообразие культуры XVIII века, поэтому желательно, конечно, дополнительно почитать про каждую из тех стран, которые мы только кратко сегодня назвали. Я благодарю вас за внимание.